Свыше 8 тысяч саратовских семей вынуждены жить едва ли не на пороге нищеты из-за того, что не получают положенных по закону льгот. Дело в том, что Министерство строительства и ЖКХ месяцами не выплачивает проценты тем, кто оформил социальную ипотеку. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Последний платеж у нас был в июле. Погасили выплату за март месяц. Хотя вот в договоре указано, что выплаты должны происходить в течение 30 дней после того, как мы платим очередную сумму в банк по ипотеке. Что такое регулярные выплаты, Елена давно забыла. Пару лет назад они с мужем оформили социальную ипотеку. Обязательства по оплате процентов по договору легли на Министерство строительства и ЖКХ. Но проплата всегда приходит с задержкой. Долги накопились уже за полгода. Пока приходится жить на съемной квартире, потому что возможности ремонтировать ту квартиру нет никакой абсолютно. Ежемесячный платеж по их ипотеке 12 тысяч. Из них около 7 тысяч. Это именно проценты, которые должно возмещать профильное министерство. Сумма немаленькая и ее семья Лаврентьевых планировала откладывать на ремонт в новостройке. Но квартиру уже давно сдали, а денег так и не скопили. Приходится все тратить на ипотечные платежи. Выплаты постоянно задерживают. Задерживают на 4-5 месяцев было даже и больше. И, соответственно, невозможно даже получить информацию от Министерства строительства, потому что дозвониться до них невозможно. Часов приема у них очень мало, очередь большая. Попасть к ним очень сложно. В Министерстве ЖКХ звонки от возмущенных долгами жителей поступают каждую минуту. Говорят, ежемесячно на выплату процентов по социальной ипотеке нужно около 25 миллионов рублей. Семей же, претендующих на выплаты, все больше и больше. Право на получение компенсации по процентам имеют молодые семьи и те, кто воспользовался материнским капиталом. Денег на всех, говорят чиновники, не хватает. Социальная ипотека пользуется большой популярностью. То есть сейчас компенсация получает с 2005 года свыше 8800 семей. Только с начала этого года заключено порядка 500 новых договоров по социальной компенсации. И те средства, которые были вначале выделены на эти нужды, это порядка 170 миллионов рублей, они израсходованы. Пока пустует казна, долги продолжат копиться. В Министерстве ждут осени. На ближайшем заседании областной думы будут просить дополнительные средства на погашение выплат по соципотеке. Бюджет семей, которые ее оформили, будет зависеть от того, дадут ли депутаты денег и если да, то в каких объемах.